Республика расширяет ассортимент молочных продуктов. В планах разработка сыров с белой и голубой плесенью и питание для спортсменов. Также популярностью пользуется лактоферин. Белорусские продукты поставляются на экспорт не только в страны СНГ, но и в Китай и дальние зарубежья, в перспективе нарастить производство козьего молока. В республике стартовала Белорусская неделя предпринимательства. Её цель – объединение делового сообщества. Запланировано провести круглые столы, обсудить вопросы импортозамещения и изменения в налоговый кодекс. Упор сделан на раскрытие возможностей регионов. Самые важные мероприятия пройдут в Могилёвской области. В Могилёвской области начался второй этап вакцинации против гриппа. Медики прививают организации и предприятия. Учёные доказали, иммунизация большого количества людей понижает распространение респираторных заболеваний более чем наполовину. Всего за прошедшую неделю по республике Уполздоровья поставили 110 тысяч граждан. В Бобруске стартовала неделя детской безопасности. В рамках акции сотрудники госавтоинспекции посещают школы и проводят беседы о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание водителям, которые занимаются перевозками несовершеннолетних пассажиров. Белорусские спортсмены примут участие в зимней всероссийской спартакиаде. Атлеты поборются за медали в таких видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, хоккей. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля 2024 в пяти российских регионах. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.